Мур, привет друг, это Зверько. Мета порой и возвращает забытых героев. Так вот, сейчас популярны герои, которые сильны прямо со старта и доминируют в ранней игре. Логично, что будет подбираться герой поддержки под задачу ранней победы. Тут подходят два персонажа. Это Рафа, как массовое ускорение, и Эстас, как клерик-хиллер. Ведь пока у противника нет антихила и достаточно раскачанного и опытного убийцы, Эстас составляет проблему. Вот про него и будет гайд. А поможет мне с гайдом представитель одного из сильнейших кланов, Вар Барби. Наверное, ты заметил, что экран у него другой широты. Это iPad. Никакого дрона, я проверил. Итак, к Эстасу. Для новичков коротко описание навыков. Пассивка. Зарядившись, Эстас добавляет магический снаряд в свою автоатаку. Сила этого снаряда зависит от магической силы и физической атаки. Действует снаряд на три цели. Приятная мелочь, так сказать. Первый навык. Исцеление. Несколько здоровья добавляет мгновенно, а потом еще и со временем. Кроме того, увеличивает Эстасу магическую силу и физическую атаку в процентном соотношении от цели, которую исцеляет. Кроме того, исцеление союзника первым навыком и ультой сильно ускоряют перезарядку пассивки, что несколько поднимает огневую мощь Эстаса. Второй навык. Эстас призывает область, которая наносит урон и, если враг коснется края области, замедлит его на 90% длиной в полторы секунды. Звучит отлично, работает так себе. Замедление сильное, но на короткий срок. Можно выпрыгнуть, зато массовое. Прямо как медаль с двумя сторонами. Ульта. Гиперисцеление. Оно становится массовым, плюс мгновенно перезаряжает и немного сокращает перезарядку первого навыка. Также Эстас получает бонусы к атаке и магической силе от всех, кого исцеляет. Но что можно сказать по навыкам? Герой, направленный на максимальное исцеление команды. А значит, когда один массовик или несколько противников покупают антихил, Эстас теряет в своей полезности. Пусть не полностью, но на 50% точно. Поэтому его выбирают для ранней игры и доминации на поле боя со старта под определенный пик. Благодаря Эстасу танки могут держаться дольше и вносить контроль или урон, как грок. А дамагеры сосредоточиться на уроне и отложить предметы в ампирике на потом. Дополнительный навык. Тут ты можешь взять очищение, либо щит или воскрешение. Это которая исцеляющая круг на земле. В последнем варианте. Ты выжмешь из Эстаса все исцеление, какое возможно. А особенно взяв третий перк эмблем поддержки. Для других навыков продуктивнее первый перк эмблем поддержки. Первый перк увеличит урон по цели, атакованной Эстасом. Но не обольщайся. Перк работает на одну цель раз в 6 секунд. Сборки. Ооо, здесь вариативно как с танками. Поэтому накину два варианта от Вар Барби, достаточно универсальных, и от меня один. Главное, первые три предмета везде одинаковы. Это обувь демона, мимолетное время и зимний жезл. Дело в том, что исцеление союзника засчитывается системой как помощь в убийстве и очень быстро перезаряжает ульту мимолеткой. А зимний жезл спасет твое тело, когда тебя будут фокусить в надежде убить. Далее вариант на выживаемость, если есть убийца у противников. Крылья королевы, оракул и бессмертие. Оракул и крылья увеличат тебе исцеление и, соответственно, выживаемость. Если убийцы нет, и ты умеешь осторожно играть, то последние три предмета будут на увеличение исцеления. Часы судьбы, священный кристалл и кровавые крылья. Ну и мой вариант универсальный. Древняя кераса, чтобы те, кто все же по тебе попадают атаками, получали ослабление. Щит эфины, буст выживаемости и защитный шлем даст тебе запас здоровья и мощную регенерацию, чтобы не тратить время на самоисцеление. Тактика. Вот тут затронем тему масок. Пойдем мы, скорее всего, в составе двух или трех героев на мид. И если нужно получить четвертый уровень пораньше, то откладываем покупку маски до четвертого уровня. Но если ты по фарму оказываешься на пятом месте, то покупаешь маску первого уровня сразу же. Если нужно одному или двум героям с тобой получить четвертый как можно раньше, то берешь маску с первого уровня. Это обычно касается групповых игр. Но если ты играешь соло, то лучше купить маску сразу, чтобы не отнимать опыт мидера. Покупай только маску первого уровня, чтобы не тратить лишние деньги. Маска даст тебе больше опыта и золота за поддержку союзника, когда тот кого-то убивает. Ты должен, следуя за дамагером, быть все время в бою. Никакого соло-лайна. Это обеспечит тебе нужный фарм. По сути, игра должна закончиться на первых трех-четырех предметах, иначе противник уже соберет антихил и стартовое преимущество будет утеряно. По фарму в бою. Не бей крипов, если союзник спешит на свою линию. Ты забираешь его фарм. Старайся уровень здоровья союзника держать на максимуме. Это даст возможность им больше реализовать себя. По поводу лечения. Если просто нажать исцеление, эстас применит навык к тому, у кого меньший запас здоровья. Порой и на себя. Хотя стоит, например, исцелить дамагера. Поэтому лучше выбирать цель наведением навыка. У ульты таких проблем нет. Она исцеляет всех, кто в радиусе применения, включая эстаса. Если взял возрождение как дополнительный навык, учти особенность. Я о ней еще не рассказывал. При применении оно исцеляет тех, кто был в кругу и остается в нем же. Если союзник вбежит уже в активированный круг, он исцеления не получает. Разработчикам сообщил о этой нелогичности. Должны справиться временем. Пассивкой можно добить убегающую цель через скрипа или моба. Стреляешь автоатакой в ближайшую цель и шарик пассивки допрыгивая до бегущего героя. Лучше это делать, когда добить беглеца больше некому. Советую посмотреть видео дважды, уже без моей болтовни, чтобы посмотреть поведение Варбарби и его союзников в бою. Кстати, у Варбарби есть канал, на котором он стримит. Подпишись и посматривай стримы профильного танка саппорта. Ссылка будет в описании. А я на этом прощаюсь. Надеюсь гайд поведал что-то новое. Подписывайся на канал и жми лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok